Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Романова Светлана и я рада приветствовать вас на канале Твори Добро. Сегодня мы продолжаем работу над кардиганом. Закончили мы ее на жилетке, которая полностью готова. Здесь хочу сказать, что я добавила еще по 10 рядов с обеих сторон, так называемый запах, чтобы у нас получился. И, закончив снизу, поднялась наверх, закрывая петли. Как петли убавлять? Я вам показывала, мы их просто закрываем. Итак, конечно же, на худенькой женщине все будет гораздо миниатюрнее и красивее выглядеть, но когда мы делаем вещь на полную женщину, мы, конечно же, должны учитывать все особенности ее фигуры. В данном случае у меня кардиган на женщину, у которой большие бедра. Не знаю, смогу ли я вам потом готовое изделие сфотографировать, но постараюсь. Итак, в данном случае что у нас имеется? По высоте 75 сантиметров, естественно, отвисать будет чуть-чуть длиннее. От проймы до проймы 56 сантиметров. Это вот в таком простом состоянии. Конечно же, оно все тянется. Здесь планочки я вывела до серого цвета, для того, чтобы этот же серый цвет присоединить к рукаву. Он совершенно одинаковый, поэтому здесь перехода цвета не будет. И выглядеть будет все цельным. На рукавах я не стала убирать маркеры на тех местах, где петелечки убавляла и прибавляла. Так будет проще рукав вязать. То есть здесь сначала вот это я провязываю, потом добавляю петелечки, еще добавляю и прихожу к центру. Дальше рукав можно вязать как оборотными рядами, так и по кругу. Это уже как вам будет удобно, вы так и свяжете. Вот эти моточки черных ниток, которые у меня остались под проймой, я их потом сниму и буду вязать воротничок, потому что цвет у нас здесь тоже черный. Поэтому все будет переходить очень красиво. И резких никаких перепадов у нас не возникает. Ну что, давайте продолжим работу. Итак, рукавчики. Здесь тоже все очень просто. Вот видите, здесь у меня было убавление, прибавление 13 петель. Я поэтому и не снимала маркеры в центр. Вот 13 петель. Я их здесь поднимаю, 26 петелечек, провязываю, возвращаюсь обратно. Дальше у меня идет 7 петель. Опять же, от маркера до маркера 7 петелечек подняла, развернулась, провязала их здесь. Здесь также добавляется 7 петелечек. Также маркер у меня здесь стоит. Почему и не снимала? Маленький лайфхак. Очень удобно, потому что в этой шубке ничего не видно. Дальше возвращаюсь, поднимаю 3 петелечки. Здесь также 3 петелечки. Сейчас я вернулась вот сюда. Нужно еще 2 поднять. Я сразу хочу вам сказать, что видите, какой переход цвета идет плавный и красивый. Именно на этом я делаю упор в данном вязании. Здесь мне нужно поднять 2 петелечки. Вот видите, от маркера до маркера. Еще что хочу сказать, если рука полная и вам нужно добавить петелечки, вы опять же можете сделать их именно здесь. Предположим, нужно поднять не 2, а 3 петелечки. Ради бога, добавляйте. Я же добавлю только 2. Вы можете воспользоваться крючком. Вот так вот подняли петелечку и одели ее на спицу. Если вы не умеете работать крючком или вам неудобно крючком, то делаем это спицей. Точно так же все очень просто. 2 петелечки я подняла. Теперь провязываю лицевыми в эту сторону. 2 петелечки еще поднимаю. Возвращаюсь сюда. И здесь у меня остается вот от этого маркера до центра набрать. Здесь я развернусь. Провяжу опять же вот здесь. До этого маркера у нас уже будет провязано. Здесь подниму петелечки. Вот эти оставшиеся. И буду вязать оборотными рядами. Туда-обратно. Вы можете вязать по кругу, если вам так будет удобнее. Свяжу именно такой, без убавлений, без прибавлений ровный рукавчик. И точно так же я провяжу второй рукав. Без всяких изменений. И получится вот такая красота. Я вам, конечно же, это покажу. Итак, друзья, я сделала рукава. Как видите, ниточки я еще не обрываю. Потому что вдруг что-то не так, что-то не понравится. И можно будет или надвязать, или распустить. И так далее. Ниточки я убираю в последнюю очередь. Итак, рукавчики я сделала 2 третьих. Закончила на темном цвете. Так они меньше будут пачкаться. Рукавчики одинаковые. Они готовы. Теперь остается сделать только воротничок. Сейчас я все эти петельки подниму. И просто провяжу столько, насколько хватит у меня темных ниток. Которые я оставляла под проймой. Я вам об этом говорила. Ничего здесь менять не буду. Просто наберу петельки и просто провяжу. Все. Итак, друзья, я закончила вязать воротничок. Вот такой он у меня получился. Черненький, небольшой. Довольно-таки симпатичный. Как видите, я ниточки еще никакие не обрезала. Я жду заказчицу, когда она придет. Померяем. И если ее все будет устраивать, значит я обрезаю нитки и она сразу заберет этот кардиган. Поэтому больше у меня не будет возможности его вам показать. Ну и естественно, если что-то не так, может быть ей захочется добавить рукава или наоборот распустить или что-то еще. Для этого я нитки и не обрезала. Об этом вам тоже уже говорила. Тем не менее, сам кардиган готов. Все остальные вещи, которые вам будут нужны, я думаю, вы уже спокойно сделаете. Захотите, сделайте украшения. Захотите, делайте застежки, пуговки. Может быть бахрому, может еще что-то. То есть это уже на ваше усмотрение. Что хотите, то и делайте. Сам кардиган уже готов. Поэтому мастер-класс я заканчиваю. Но, чтобы его сильно не затягивать, надеюсь, у вас тоже получится прекрасное изделие. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приглашайте друзей. С ними всегда вязать веселее. А на этом я попрощаюсь. С вами была Романова Светлана и канал Твори Добро. Всего доброго. До новых встреч.